Продолжение следует... Водолазы говорят, еще несколько минут и человека пришлось бы доставать уже со дна. В этот раз обошлось. Но есть люди, которые чуть не каждый день рискуют своими жизнями. Здесь лед еще 70 сантиметров. Это он будет только лишь в апреле месяце опасным. Рыбаки. Их не пугает ни печальная статистика, ни то, что толщина льда на одном и том же водоеме везде разная. Из-за подводных ручьев. Да и солнце уже греет по-весеннему. Сейчас начнется быстрое таяние верхней части и промывание водой. Он станет игольчатым, непрочным, рыхлым. Толщина-то может и будет 60-70 сантиметров. Но он уже будет и монолитный лед. И подтяжесть у человека может обрушиться. Специалисты говорят, если жизнь дорога, то про выход на речной лед можно забыть. По всей Хакасии. А озера и карьеры при теплой погоде превратятся в ловушку в считанные дни. Если под лед вы все-таки провалились, самое главное не паниковать. Выбираться нужно с той же стороны, откуда вы пришли и провалились. Первое, что нужно сделать, это проверить, насколько прочен перед вами лед. Вот таким образом. Если лед не проваливается, можно выбираться. Закидываем ногу и потом всем телом начинаем перекатываться. От места, где вы провалились, нужно отползти минимум 5 метров. Ну а лучше в такие ситуации вообще не попадать. Руслан Романов, Евгений Сульбереков. Новости. Седьмой телеканал.